Ну а теперь, собственно, о России, которая, безусловно, и мы попробуем это показать, находится на особым счету божественного проведения. Россия – единственная страна в современном мире, большинство населения которой, независимо от национальной принадлежности, имеет глубоко укоренившуюся духовно-прогрессивную психогенетику. Обусловленную её историческим прошлым, выстроенном прежде всего на фундаменте православия, то есть на основе революционного евангельского учения Спасителя об обретении Царства Божьего и жизни вечной, через посредство стяжания Духа. Россия – это страна нереализованных духовных талантов, множившихся из поколения в поколение, то есть из воплощения в воплощение. И реализация наших потенциальных духовных возможностей целиком зависит сегодня от тех, кто выбирает для себя путь сознательной духовной революции. Остальному, в особенности западному миру, для которого Россия всегда была костью в горле, надо бы благодарить нашу страну, ибо его существование обусловлено её существованием России. Провидение ещё медлит с концом света, дабы дать возможность, ну, условно говоря, с концом света, дабы дать возможность собрать на земле как можно больше духовных плодов, преимущественно с российской духовной нивы. Так что запад должен нас благодарить, иначе Господь бы всю лавочку эту давно закрыл. Напомним, как божественное провидение относится к своему любимому детищу, и что предпринимало оно в 20-м столетии с целью поддержания продуктивной эволюционной напряжённости на нашей духовной ниве. Россия – единственная страна в мире, где всего, вдумайтесь, только за 40 лет с 1904 по 1945 годы произошло такое количество трагических по человеческим меркам событий, унёсших в жизни десятков миллионов людей, правда, при этом не забывайте, что смерти нет, которых бы слегка и хватило всему остальному человечеству. Перечислим эти события. Русско-японская война – 904-905 годы. Первая русская революция – 905-907 годы. Первая мировая война – 14-18 годы. Две революции – буржуазная и социалистическая – 17-го года. Гражданская война – 18-20 годы. Массовые крестьянские волнения – 22-27 годы. Голод в Поволжье на Украине – 28-30 годы. Период сплошной коллективизации на селе – 29-32 годы. Период политических репрессий – 35-38 годы. Война с Финляндией – 39-й. Великая Отечественная война – 41-45 годы. И война с Японией – 1945 год. И всё это, подумайте только, пережили люди одного поколения. А вы сейчас – это там не так. Вот было всё не так, да ещё как не так для наших дедушек, бабушек, прадедушек. Понимаете, вот был период мой мощной поляризации, мощной напряжённости. Период взращивания душ, да, отделение зерен, отплевел. А в 1991 году разозлился ещё один сокрушительный катаклизм – Распад СССР. Вот как провидение распорядилось нами нерадивыми. Сначала в прах разлетелось Российская империя, затем её прямой наследник – Советский Союз. Генерал-фельдмаршал Миних, немец по происхождению, его, кстати, сейчас Путин цитирует, с 1721 года занимавшийся на русской военной службе высокие командные посты за два года до смерти, в 1765 году удивительным образом высказался о России. Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно вообще существует. Увидел педантичный и наблюдательный немец, что кругом варьё, кругом казнокрада, аппетиты их ненасытны, дураки у власти, а государство, тем не менее, существует. Вышеупомянутый советский философ Мираб Мамадашвили на тему существования России тонко подметил. Россия существует не для русских, а за счёт русских. Видите тонкость за счёт русских? У русских духовный могучий потенциал, поэтому она и существует. Не потому что русские рабы там или ещё что-то, вот не думайте, тут очень тонкая вещь. Вот та самая гуща русских людей, где есть духовные таланты, вот она и существует, только потому что они есть в этих людях. Ясно? Если бы их не было, то и России бы не было. Эти самые, что ни на есть русские, люди и есть главные устроители, задуманные Господом. Это новая Россия, небесная Россия. Тончащий поэт-лирик и активный государственный деятель Фёдор Иванович Тютчев в своём знаменитом «Четвероштише» прямо указал на особое положение России в современном ему мире. Умом Россию не понять, оршином, в общем, не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. И он же, Тютчев, истинный защитник России. Эта история, ею в течение трёх столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которыми подвергает она свою таинственную судьбу. В пользу России все испытания. У замечательного советского поэта Юлии Друниной есть такие пронзительные строки о нашем Отечестве. Нет, никогда моей России душу благоразумный Запад не поймёт. Вот о какой душе речь, которой благоразумный Запад не поймёт? Безусловно, о душе небесной России, что по крупицам формировалась на тонком плане Баэтия в процессе уникальной, не имеющей аналогов в мире, собственно духовной, скрытой от благоразумного ума отечественной истории, взрастившей многочисленные духовные бриллианты высочайшей пробы, которые определили нашу таинственную судьбу. Пролить свет на особое положение России, у которой в самом деле особенная стать мировой историей, могут результат оригинальной научной работы о русской истории, выполненной в Принстоне, Соединённые Штаты Америки, группой математиков, программистов и системных аналитиков. Приводим цитату из книги Смирнова «Тропа истории. Криптоаналитика глубинной власти. 20-й год. Институт системно-стратегического анализа». Вызданной в Принстоне, цитирую, работе, содержатся результаты статистического анализа больших данных, относящихся к России. Исследователи, используя современные мощные методы и стандарты математики и статистического анализа, посчитали вероятности исторических трансформаций и событийных преобразований внутри ситуации для остальных стран мира за 1800-2005 годы, то есть за 200 лет. Выяснилось, что вероятность для столь разных стран, как США, Великобритания и Франция с одной страны, Китай, Япония, Германия с другой, укладывается в определённый исторический статистический коридор. Исследователи назвали этот коридор вероятной статистической последовательностью исторических событий. В ходе расчётов выяснилось, что событийная историческая вероятность России лежит далеко за пределами этого коридора. Таким образом, мало того, что отклонения российской вероятности от главной исторической вероятности на несколько порядков превышали среднеквадратическое отклонение, а это говорит ещё и о невероятности истории России относительно истории всех остальных, ныне существующих ключевых стран мира. Заинтригованные математики решили включить в расчёты ещё одну, ныне уже не существующую державу – Османскую империю. К их удивлению, о чём они прямо написали в книге, и Османская история лежала в рамках исторической последовательности. А посему либерально-ориентированному сознанию в этом видится проклятие уж никак не рука божественного проведения. То есть проклятая страна с кривой историей, не вписывающаяся в исторический коридор всех остальных, ныне существующих и уже переставших существовать стран мира. Как это так? Ну так же не должно быть. Надо её в это прокрустом рожи либерализма внедрить, и всё будет в порядке. Поставить, построить и пустить по заданному европейскому пути. Так вот, напомню, что наша главная задача при рассмотрении отечественной истории – убедительно показать, что любой её исторический период – это исполнение воли проведения. Потому у нас такая кривая история, не укладывающаяся в рамки исторических коридоров остальных стран мира. И что же в результате суперумные заокеанские аналитики определили причиной такой кривизны российской истории? Было выделено два фактора. Первый связан, цитирую, западных аналитик, с зашкаливающим все мировые нормы, количеством злодеев, подонков, негодяев, тупиц и так далее и тому подобное в составе российского правящего слоя. Ну, обоснованно они так говорили. А вторым, по их мнению, дополнительным отягчающим фактором является то обстоятельство, что в решающие моменты российской истории лица волей случая или чего-то иного, но никак не случая, а волей проведения, поставленные в нужное время на личные нужные места, умудрялись связываться в глобальном масштабе с наиболее паразитарными, хищническими, деструктивными группировками мировой глобальной элиты. Тамально? Ну, оно так. Так вот, благодаря этим самым злодеям, подонкам, негодяям и тупицам, подвязавшимся во власти, а не будучи таковыми, туда практически невозможно пролезть. В духовном поле России поддерживалась продуктивная эволюционная напряженность, прямо способствовавшая духовному становлению отдельных индивидов, особо отмеченных проведением. Вам не нравится, хотите Швеции, хотите Германии, ну тогда бы духовное плодношение ноль. Вы понимаете, как вот, вы хотите как-то всё, как бы хотелось вам. А законы духовной эволюции действуют и действуют, сочетанно. Под это напряжённость мы добавим. И добавляет. Вы поняли? Вот трудно, я понимаю, фрагментарному уму всё вот так сложить, ну, чтобы это было понятно и хорошо, и тепло бы на душе стало. Ну, и законы. Когда всё по законам, тогда и на душе тепло должно быть. А когда беззаконие, имеется в виду непонятно, что происходит и ради чего, ну, тогда плохо. У меня отмен на душе тепло, когда я вижу, что всё согласно законам происходило и происходит. Вы-то туда не ввязывайтесь теперь. Выйдите из процесса и наблюдайте. Какое вам дело? Да негодяев, подонков, вот там будут все драться, кто за что, потому что одних негодяев, подонку, сменят моли, там, мини, там, негодяи, мини, подонки. Ну, какая разница? Вам какая разница? Вам не должно быть никакой разницы, кто в власти. Вы должны знать, что вам делать и как вам делать. И результат конечный. Вы поняли или нет? Я вас не пытаюсь убедить, вы должны это почувствовать, что вам мешает в этой жизни. А мешает, вот, вот, всё не так, это не так, вот, то не так. А вы что-нибудь можете изменить в окружающем мире? На выбор сходили, выбрали очередного подонка, там, или негодяя, или тупицу. Хотя он очень красиво представлен, а видно по фактуре, что он действительно таковой, и негодяя, и тупица. Ну, ну, вы же понимаете. Ничего вы изменить во внешнем мире не можете. А вот отношение к внешнему миру, правильное понимание всего происходящего, это нормально, это должно быть у вас. Вы обязаны изменить себя, это ваша главная задача. А вы всё пытаетесь изменить окружающий мир, в семье там что-то изменить. Не изменив себя, вы ничего не сможете, даже в ближайшем окружении, изменить. Понимаете? Ну, ладно. Следует сказать, что правители в России, за очень редким исключением, с точки зрения обывателя, мягко говоря, всегда оставляли желать лучшего. И как тут не воскликнуть, перефразируя крылатое выражение, поэт в России больше, чем поэт. Дурак в России больше, чем дурак. Это, в частности, о правителях Горбачёве, Ельцине, их предтече Хрущёве, знаковых для либералов фигурах. Поставленных по воле проведения для развала идеологически обанкротившегося и изжившего себя Советского Союза. Великий русский композитор, открывшийся в своих дневниковых записях ещё и как выдающийся духовный мыслитель, «Музыка, как судьба» называется книга, Георгий Васильевич Шверидов, естественно, сильно нелюбимый либералами, так выразился об отечественных дураках. Поистине русский дурак – самый монументальный дурак на свете. А есть на Руси ещё и ласково звучащие ванушки-дурачки, или просто чудаки, всё равновешенные люди со спокойным умом, чья огранка душ проходила по крупицам из воплощения в воплощение, из поколения в поколение в смирение, в условиях крайней внутренней и внешней поляризации. И вот именно ради этих чудаков, что ни от мира всего, сторонящихся власти, ни подкиг до наживы, имеющих особое чувство ответственности за живую жизнь на планете, чудаков, на которых, как на гнусных плебеев смотрят презрительно либералы, Господом и затеялось земное человечество. Ради этих чудаков. Ведь не случайно спаситель предупредительно изрёк для имеющих уши – последние будут первыми в царстве. И в дополнение к сказанному приведу замечательные строки современного русского поэта Николая Дмитриева. «Мне было всё дано творцом, без всяких проволочек, и дом с крыльцом, и мать с отцом, и складывание строчек, Россия рядом и в груди, с мечтой о новом спасе, с тысячелетием позади, с вечностью в запасе. И вот теперь сказать могу, не за горами старость, что всё досталось дураку, всё дураку досталось. Всё досталось, и добавить к этому нечего. Восемь строчек. Чё ж надо иметь в себе. Всё остальное есть, будет, всё это приходящее. А вот это главное всё тебе досталось психокенетически от нашей истории, из нашей истории. Вот главное. И как тут не вспомнить внешне неприметных русских женщин, на которых всегда держалась, да и держится пока земная Россия. На них Россия выдержала ввоз. Коль надо, молча строили, пахали. Лишь вечерами перед сном. Авось. Рукой махру, на трудности вздыхали. Вот что такое авось русская? Это надежда на Господа, смирение. Это не наплевательство, не пофигизм. Авось Господь всё управит. Без продолжения. Вот одно слово. Авось. Ясно? И немцы всегда удивлялись. Говорят, они идут на авось. Авось и вот на пулемётный огонь. И вот это русская авось. Вот Запад удивляется без всякой логики. Какой это авось? Авось – это полное доверие Господу. Господу виднее. Вот и всё. Вот вам и авось. Это вот авось пронесёт. Авось там это. А вново по-другому авось-то звучит. Не надо там переводить буквы, ковыряться там. Что это? Авось и всё. Это вот я. Авось управит Господь. Это его дело. Ясно? Вот русская авось – это... Не дремучих хамов слова. А действительно надежда на Господа. Доверие Господу. А Запад говорит, вот они древучие хамы. У них вот там авось и всё. А вы такой авось. Вы дикари. Вот вам бы такой авось. Вы, может, и в войне бы выиграли с Гитлером, со своим. Русские воины, авось и всё. С криком в атаку шёл. Мама. И всё. Какая мама? Ну, вот. Царица небесная, она же в душе. Да? Так что многие говорили, что в атаку шли не за родину, не за Сталина. Там тоже кричали. А вот уж нам мама и побежал. Ну, Матерь Божия, наверное, всё-таки она у нас вот духовная, как бы, ипостасть Господа на Руси. Матерь Божия. Вот с криком «Мама». И войну выиграли авось, и мама. Вот и всё. А вы все такие умные, да. Чеканья шаг. Где оказались? Ну, ладно. Так что вот эти женщины, русские, на фоне современных женщин, они действительно выглядят, как ископаемые существа. А на самом деле это священные реликты, оставленные Господом в назидание потомкам. Седые пряди. Я с натуры писал. Беленький платок, лицо в морщинах, высохшие руки. Былого горя огненный глоток таят в груди клокочущие звуки. Былое горе в выцветших глазах, в покое рук на остреньких коленях, в углом платочка в вытятых слезах, в воспоминании страшных дуновеньях. Вот мне, к счастью, довелось встречать таких воистину смиренных, лучащихся тёплой любовью женщин, которые в случае чего в храме собственного тела на коровью лепёху помолиться могут. Они мне говорили, Бог-то везде. Нормально. Везде говорит, Бог, что я там придумал, в храм куда-то идти. Далеко там, 50 километров до храма. А я говорю, что что на коровью лепёху помолюсь. Нормальный, женщина. У меня есть фотография этих женщин. Эти удивительные русские женщины мне поведали, что в тревожное предвоенное время они дружно с песней шли на работу в колхоз и возвращались усталые тоже с песней. А либералы нам твердят, что социализм на селе, в частности, строились под палки. Вот мне живые люди говорили, с песней, а потом ещё на своём огороде. Работали. Посоветую вам о таком реликте прочитать «Последний срок Валентина Распутина». Это его повесть. Прочитайте. Прочитайте, потому что вот тут есть всё. «Последний срок». И вторая повесть, пожар небольшая. Сейчас книжечка вышла. «Мало избранная классика». «Последний срок Валентина Распутина». Прочитайте. Мудрый Георгий Васильевич Сверидов так отозвался о своём родном отечестве. Россия – грандиожная страна, в истории современной жизни которой причудливо сплетаются самые разнообразные идеи, веяния и влияния. Путь её необычайно сложен и во всём ещё разгадан. Она всегда в движении, и мы можем лишь гадать, как сложится её судьба. Её история необыкновенно поучительна. Она полна великих свершений, великих противоречий, могучих взлётов и исполнена глубокого драматизма. Мазать её однообразной, густой, чёрной краской напополам с экскрементами, изображая многослойную толщу её народу с копищем дремучих хамов, жуликов и идиотов, коверкать сознательно, опошлять её гениев – на это способны лишь люди глубоко равнодушной или открытой враждебной родине. Это апостолы зла, нравственно разлагающие народ, с целью сделать его стадом в угоду европейским и американским буржуям. Так вот эти апостолы зла, либералы, да, под видом европеизации, американизации, вовсю стремятся колонизировать нашу национальную культуру, искажая нашу великую духовную историю, коей по качеству, духовную подчёткую, прежде всего. Они и политическую искажают, это понятно. Великую духовную историю, коей по качеству и числу принесённых духовных плодов, основавших и строящих небесную Россию с её духовными гениями, нет равных в мире. У этих людей отсутствует психогенетическая связь со страной, с её народом, со страной, в которой они родились и живут, вольготно паразитируя в экономической, финансовой и культурной сфере. Сейчас стали признавать как-то, а до этого, ну, слепые были, вроде, да? Сейчас как-то стыдливо признают, а вот как мы же и не видели, вот видите, вот они какие. А нам американцы строго запретили, по конституции это да, никакой идеологии быть не должно, вообще ничего быть, никакая идеология, о чём вы? Вот Китай сохранил идеологию, сохранил, сохранил преемственность власти, сохранил блестящее они это дело. У них исторический опыт богатый, не меньше, чем у нас. Синцзюпина избрали опять начальником всего Китая, секретарем генеральным. Ну ладно, не будем о Китае, у нас своя история. Вот к чему привело отсутствие какой-либо идеологии. Идеологии, обогащайтесь, всё, успешность. И празднуйте это. В школах день рождения английской королевы. Как ребёнок, который вот это рассказывал, ну, мне, по сути, рассказывал, говорил, о, какой счастье, что королева умерла, теперь не надо праздновать её день рождения. Вот мы эти вот, как это можно русскому ребёнку вот такой бред впаять? Слава Богу, что она умерла, теперь не надо праздновать день рождения. Елки-палки. Я не шучу. Если бы кто-то сказал, вот если бы я не услышал это вот от живого ребёнка. Это школа, сове обычная. Значит, педагог вот по какому-то предмету или красный руководитель, вот им это указывало, смотрите, вот бабушки, там ей скоро сто лет, вот она очень хорошая женщина. Надо праздновать её день рождения. Happy birthday. Так, что ли вы? Birthday-то вот это вот. Всё время birthday, birthday в школах. Ёлки-палки. Ну, вы по-русски хоть что-нибудь скажите. Но бездействовались вы уже, наверное. Хватит вот так вот. Хоть по-русски изобретите. Ну, по Казани всё не по-нашему. А в Иркутске целая улица, ни одного русского названия. Только где-то в подвале висит Суп-Харчо. И всё. У меня фото есть. Вот вся улица. Название ни одного русского. Вдоль набережной, Ангары. И Суп-Харчо-Подвал. Ну, кто-то там выбился из этого. Вы поняли? То есть, как надо вообще-то ненавидеть свою страну, в общем-то, чтобы вот расписаться кругом английскими буквами. Не знаю. Ну, хоть проснитесь. Где вы живёте-то? Happy birthday. И Господь нас подправляет. И слава Богу. И больно подправляет всех, предавших русскую историю, отечественную историю, предавших в прямом смысле этого слова. А мы ищем правых, виноватов. Кто прав, кто виноват. На чьей стране там... На стране Господа надо быть. Он не зря вот сегодня устраивает то, что устраивает. Но потом, попозже поговорим. Это я так вот... Ну, слегка. Теперь о роли Владимира Ильича Ленина в мировой и отечественной истории. О роли человека, воистину изменившего всю мировую историю. К началу 20-го столетия мировая система империализма достигла своего расцвета, угрожая превратить мир в однополядное человеческое сообщество, где кучка сверхбогатых и хищных паразитов, повсеместно насаждая идеологию вражды и насилия, колонизируя разные народы, стремится подчинить себе всё человечество. С позиции духовной эволюции это недопустимо, а потому требовалось взорвать ситуацию, создав в эволюционном поле соответствующий энергетический противовес. Для решения этой задачи немецким философом Карлом, философ-материалистом Карлом Марксом был предварительно добротно сработан могучий идеологический детонатор основы научного коммунизма и учения о диктатуре пролетариата. В дальнейшем правильность учения Маркса не полностью подтвердилась, но на тот момент оно стало руководством к действию. В частности, по Марксу, пролетарская революция должна была произойти в стране, где пролетариат представлял собой значительную социальную силу. Отцарской России на эту роль никак не подходила. Зачаточный был пролетариат. Не было промышленности как таковой по сравнению с Западом. В качестве идеального исполнительного инструмента непосредственно в практическом плане божественным проведением был выбран и основательно подготовлен молодой российский интеллигент дворянского происхождения, юрист по образованию, младший брат казненного императором Александром Третьим революционера народовольца Александр Ульянов. Александр Ульянов Владимир Ильич Ульянов брат Александра Ульянова. Ему и в самом деле предстояло изменить мир. На вопрос, почему на эту роль был выбран представитель именно России, тоже есть однозначный ответ. Царской России, ставшей совсем недавно ставшей на путь капиталистического развития, в стране с её многочисленным, безграмотным, преимущественно крестьянским населением, пленённым рабской психологией, но при этом имеющим могучий духовный потенциал, взращённый на базе тысячелетнего исповедания православия, в то время никак нельзя было впрягаться в ампиралистическую упряжку. Стремительное падение России в капитализм, а таковое началось со Столыпинских реформ, грозило окончательно погубить духовную НИУ, необратимо сломать прогрессивную психогенетику её народу. Страну и народ во что бы ни стал, надо было спасать. И проведение поручило исполнить роль спасителя России, тому же Ленину, человеку, никогда и ни в чём не имевшему никакой личной выгоды. Никогда и ни в чём. Никакой личной выгоды. Это невозможно найти среди правителей такового. Ну, отчасти Сталин тоже не имел не имел желания за счёт казны обогатиться. Так вот. Таким образом, Ленин одновременно выполнял сразу две наиважнейшие задачи, возложенные на него проведением. Именно в Санской России и с её зачаточным праидолиатом, в наиболее слабом звене капиталистической системы, проведение наметило осуществить социалистическую революцию. И это, повторяю, вопреки учению Маркса, где имеется прямое указание на то, что палитарская революция в первую очередь должна состояться в развитых капиталистических странах. Правда, Ленина это не смутило. Он знал, он прочитал капитал, всё прекрасно знал. Правда, это его не смутило, ибо он неукоснительно и напрямую исполнял волю проведения. Относительно всемирно-исторической миссии Ленина божественное проведение, судя по всему, сделало окончательный выбор во время его ссылки в Шушенской в 1897-1899 годах. Это прямо-таки курортное место на юге Красноярского края, где 28-летний Владимир Ульянов, осеняемый, безусловно, озарениями свыше, написал свою известную работу «Развитие капитализма в России». Но, судя по всему, с этого момента божественное проведение готовило его на роль спасителя России и детонатора мировой истории. Царский режим в России с окончательно исчерпавшим себя декоративным православием подвёл страну к той самой роковой черте, когда потребовалось прямое вмешательство божественного проведения, системный духовный кризис в российском государстве, поразивший все слои общества, был очевиден. Литературный критик Корней Иванович Чуковский, вы его же знаете как автор Майдадыра, да? И ещё чего. Там крокодила какого-то там или как, нет? Ну, короче, Майдадыра, он блестящий литературный критик. У него дневниковые записи есть изумительные, три тома, вот я их проработал в последнее время, да? Так вот, Корней Иванович Чуковский, воочию наблюдавший происходящее духовно обанкротившей стране, назвал тогдашнюю российскую жизнь огромной машиной для изувечения человеческих душ. Огромной машиной для изувечения человеческих душ. Это перед революцией 17-го года. А по наивному представлению образованного обывателя во времена правления Александра Третьего и Николая Второго в России всё было чудесно. Но нашлись плохие люди, большевики, и всё поломали. Откуда-то возникли, появились как чётные стабакеты и поломали всё. Поэтому давайте относиться к советскому периоду нашей истории с пониманием и благодарностью тем людям, которые, несмотря ни на что, искренне, пусть не всегда осознанно, исполняя волю проведения, отстаивали, не подожревая того истинно духовной ценности, заложенной в глубинной психогенетике нашего народа. Советский период отечественной истории крайне болезненный, во многом, казалось бы, противоречивый и на первый взгляд вовсе необязательный, вовсе необязательный, как бы случайно состоявшийся, был просто необходим для спасения духовного потенциала русского народа, народа особо отмеченным проведением, и для хранения его, хоть на время отраслевающего влияния буржуазной, читай, либеральной идеологии, которую, как мы вовочию наблюдаем сегодня, стремительно развращает сознание нынешних молодых людей. Если бы это было сто лет назад, представляете, вот то же самое, только абсолютно неграмотный народ, абсолютно непросвещенные люди, не получившие образование, всё, конец, Африка, была бы не Россия, а не могучая держава, номер два в мире. Понимаете? Не будь советского, вперёд! По идее России в начале XX века по Столыпинскому пути, сегодня Столыпину вспоминают, либералы, ну, такие либералы у трона, вот есть либерал у трона Михалков, знаете, он без огонов каких-то ведёт, без огонов, да, некоторые смотрят передачи, говорят, замечательно, а я ему не верю, потому что он врёт, он говорит правильное слово, но врёт, потому что он лжец, ну, по натуре своей. Вы меня плохо понимаете? Без души. А как папа, как папа, вот так вот. Можь, папа же у него, помните его, дядю Стёпу, папа, должен и сын героем стать, если отец герой. Михалков был герой социалистического труда, Путин недавно, на 75 лет, присвоил и героя, ну, труда, или России, не знаю, Михалкову. Православному в доску. Вот он выступает, без огонь, а там икон, вот, ну, я не знаю, немерено, как в спальне императрицы Александра Фёдоровны. есть фотографии, в спальне императрицы, икон немерено. Я такому православному верить должен, в доску православному. Ну, ребят, что бы он ни говорил, он лжёт. Слова-то правильные, но, кого он зажечь-то может, только идиота полного. Ну, вы меня поняли? Ну, вот. Вот Михалков, он, Михалков, настоящий, вокзал для двоих, смотрели? Вот проводник вот этот, который дынями там торговал, вот. Сколько же, как-то стоять, сукатили, штаны снимают в купе. Помните эпизод? Ну, хоть посмотрите. Вот там настоящий Михалков, настоящий, а тут он играет, играет, и так степенно играет, важно, вот. А вот там, снимающие штаны в купе, перед этой Гурченко, вот это настоящий Михалков. Ну, Видите, не без ёмрожи, вообще, всё в нашем мире. Поглядишь и видишь. Ну, ладно. Хватит о Михалкове. О России поговорим. Правильно или нет? Так вот, пойди, Россия, в начале 20 века по Столыпинскому пути или встань колонии западных держав, а к этому всё шло во время гражданской войны, то полного духовного краха нам было бы не миновать. Ленин – подлинный спаситель России, то есть человек, неукоснительно исполнявший волю проведения, вопреки чисто человеческой логике, нередко оставаясь во властной верхушке один против всех. Именно Ленин, мгновенно принимавший в самое трудное для нашего Отечества время парадоксальное, но единственно верное решение политические, военные, экономические и прочее, и установленная им власть Советов, спасли Россию, спасли от разгула анархии, от самоистребления народа, от расчленения и превращения страны в колонию и сырьевой предаток капиталистического мира, который активно поддерживал и щедро финансировал белое движение, разумеется, не за просто так и не из-за большой любви к нашему народу. Именно Ленин подчищал все кармические грехи романовской династии, накопившиеся в государстве со времён Петра I. Подчищал романовские грехи. Летом 1917 года Максим Горький слышали о таком писателе? В начале 20 века самый издаваемый в мире писатель. Огромными тиражами, переводами на русском языке издавались его книги. Самый издаваемый писатель в начале 20 века. Так вот, летом 1917 года Максим Горький писал о незавидной, не случись в ней политарской революции о судьбе России. Революции ещё не было, он писал о состоянии России летом 1917 года. Слушайте. Велика и обильна Россия, но её промышленность находится в зачаточном состоянии. Несмотря на исчислимое количество, неисчислимое количество даров природы, мы не можем жить продуктами своей страны, своего труда. Промышленно-культурные страны смотрят на Россию как на Африку, на колонию, куда можно дорого сбыть всякий товар и откуда дёшево можно вывозить сырые продукты, которые мы по невежеству и лени нашей не умеем обрабатывать сами. Вот почему в глазах Европы мы дикари, бестолковые люди, грабить которых не считается зажжённым. Ну, чем мне колонии? Вот готовые колонии для Запада. Судить о деяниях Ленина, как впоследствии Сталина, на государственном поприще с позиции отвлечённой духовности даже с точки зрения человечности непозволительно, ибо эти люди, являясь безусловно инструментами проведения, неукоснительно выполняли отведенную им роль в реализации, причём во что бы то ни стало, конкретно глобальных целей и гигантских свет задач, поставленных свыше. То есть цели и задач настоящих над частными политическими, экономическими и сугубо человеческими интересами. Искренность намерений Ленина, лишённых какой-либо личной выгоды, не вызывает у меня сомнений. Именно этого гениального человека, божественное проведение в критический момент существования нашего государства, выбрало на роль спасителя России. Внимательно изучая работа Ленина, написанная им в период с 17 по 22 годы, я их внимательно изучил, в частности, касаемо внутренней ритмики и стилистики этих работ, я с удивлением обнаружил, что напористая политическая проза Ленина легко перетекает в стихотводную форму, я без особого труда органично перевел её на язык поэзии. Просто, смотришь, поэт, на штуку и поэт, озарение идут, ради бога, у неё стихотворение в прозе, я просто немножко огранку сделал, и всё. То есть, из его небольших статей, ну, я сделал там, допустим, 12 строчек, там всё понятно. Вот, посмотрите, в моей книге, вот, поэтической, там есть поэма «Революция», мне очень интересно было исследовать революцию, исследовать, так сказать, вот то время работы Ленина. Я не просто так это писал, если я что-то пишу на какую-то тему, я обязательно в тему погружаюсь, я что-то изучаю, что-то смотрю обязательно, дополнительные какие-то материалы. Так вот, с Лениным у меня вообще получилось просто фантастически. Так родилась поэма «Революция». За ритмичным языком ленинской политической прозы стоит огромная вибрационная сила. Критический для нашей страны период Ленин безусловно мыслил исключительно озарениями свыше. Неслучайно после его смерти врачи нашли его мозг до нельзя повреждённым. Понятно? молниеподобными сходами вот этой энергии нисходящей. То есть, поширить одного полушария у него не было. Пять лет функционировал Ленин с 17-го по 22-й год. С 22-го года по январь. С осени 22-го года по январь 24-го это был уже не Ленин. Так же, как с 49-го года до 53-го был уже не Сталин. То есть, инструмент износился. Понятно? Озарение, сходы это же невозможно. После смерти Ленина в 1924-м году в политическом гадюшнике, а иного слова для большевистского ореопага того времени не подобрать, то бишь в правящей элите советского государства после Октябрьской революции в предвоенный период должен был объявиться единоличный и полноправный хозяин. И он объявился. Им опять-таки по воле проведения, судя по всему, в 1928-м году становится Иосиф Сталин. Другие кандидатуры на эту роль явно не подходили. Правитель, как справедливо отмечает британца энциклопедия, принявшая Россию с деревянной сахой и оставившая её с атомной бомбой. Так было на самом деле. За невиданно короткий срок, вдумайтесь только, менее чем за 20 лет, могучий государственник Сталин, не имевший, равно как и Ленин, никаких личных амбиций поживиться за счёт власти, укрепил фундамент страны и буквально сцементировал потом, слезами и кровью новую Россию, основательно подготовив её идеологически и технически к неизбежной войне с фашистской Германией, да по сути со всей нацистской Европой. 20 лет, менее чем за 20 лет, представляете? Полностью разрушенную страну после гражданской войны, полностью. Посмотрите документальные кадры Дзиги Веттова, в интернете они есть, посмотрите, что было в стране 18-й, 20-й, 21-й, 22-й, 24-й год, посмотрите хронику, страшно станет, как можно было за столь короткий период сделать то, что было сделано, в смысле построение социализма, так называемого, то, что и явилось фундаментом подготовки страны к большой войне. Просто дива даешься, без помощи проведения и, соответственно, без инструмента, который исполнял эту волю, это сделать было невозможно. Просто невозможно, это нереально. И в этой победоносной войне очистительной, героической, в тяжелейших условиях были возвращены обнищавшие духом сердца русских людей. Это отнюдь не осанно Сталину, а непреложный факт нашей истории. Это её правда жизни. Не будем спорить о методах работы Сталина и его негативных личностных качествах. Они, безусловно, были. В борьбе за власть и за реализацию прописанной проведением идеи все средства допустимы. Разумеется, с учётом личной экономической ответственности правителя в случае так называемых перегибов. Но другого исполнительного инструмента на тот момент не было. Приди к власти Троцкой с его компанией инновенцев и бредовой идеей мировой революции или трусоватые и изворотливые Зиновьев с каменем, говорили одно, думали другое, а делали третье, или любимый партий Бухарин, страшный приверженец сугубо буржуазной идеологии, России было бы не сдобровать. В начале войны все эти политические марионетки, а и они именно марионетки, и их приспешники, в большинстве своём тайно симпатизирующие Западу, просто сдали бы страну врагу. К слову, все проигравшие участники нечистоплотной борьбы за власть и им сочувствующие в 36-38 годах получили за это кармическое воздаяние, имеется в виду политические репрессии, которые преподносят нам сегодня либералами как незаконные, и это при наличии вполне законной 58-й статьи Уголовного кодекса, их жертвы якобы невинные жертвы. Понимаете, да? Что касается масштабов репрессий, то это отдельная тема, в частности напрямую связанная с попыткой Сталина демократизация страны, объявить альтернативные выборы в 36-м году, когда новая конституция была. И соответственно вся зажравшаяся буржуазия партийная верхушка на местах стала ставить палки в колеса. Понятно? Как так? Они уже зажирели, у них свои вотчины. А сегодня тоже с губернаторами приходится как-то вежливо разговаривать, чтобы этим самым призывникам что-то дали, там, коврики или там, что одеться, чтобы покушать, тоже, не везде все хорошо оказывается. Потому что где-то все поразворовали, а вот там, знаете, вот как-то опять брать из того, что можно к себе положить, как-то не очень хочется. Дай государство, вот понимаете. Вот сейчас ситуация-то такая умеете видеть за словами о том, что сегодня говорят, то, что на самом деле происходит. И в массовости карательных мероприятий, вот именно в низовых слоях, были прежде всего заинтересованы высшие руководители органов НКВД, в частности, нарком Ягода и сменивший его после ареста Ежов. Раскручивая маховик репрессий, эти подлые люди, безусловно, подлые люди, надеялись вызвать недовольство народа политикой Сталина. Народ возмущается, Ежов был в то время секретарем ЦК, заведовал всеми кадрами, по сути, а потом стал нарком нот нигде вызвать недовольство Сталином и потом взять власть просто дворцовый переворот. Сейчас есть документы. Вот когда сменил Ежова Берия в 38 году, он нашел в сейфе Ежова два экземпляра материалов от численности истины репрессированных по всей стране. Вот один из экземпляров должен был быть у Сталина. Первый экземпляр второй должен был остаться у Ежова. Ежок не направил материалы. Когда Берия дал Сталину эти цифры, Сталин увидел и ужаснулся. Сразу все прекратилось. Весь репрессивный аппарат все сразу. Вы поняли? В один момент. И действительно, Сталин конечно, он не знал, что делается внизу. На подпись внизу списки не давали. Только той верхушки ненадежной, которая в преддверии войны могла, ну, знаете, все что угодно сделать. С буржуазной идеологией и с командировками в Германию и на запад с частыми командировками. Так что делайте вывод сами. Это отдельная тема. Безусловно, были тайные заговоры не менее двух и военной верхушки. В чем они независимы. Были два заговора. Тухачевский это точно, еще второй тоже точно. До последнего Сталин не верю, что Тухачевский мог, когда ему неопровержимы документы, он согласился на его арест. Сегодня тому есть неоспоримые документальные доказательства. И когда Берия пришел в наркомат Нотних дел в 1938 году, репрессивная машина была остановлена, какая-то часть необоснованная на самом деле репрессирована после соответствующих проверок, была реабилитетна, в том числе и с комсостава Красной Армии. Прорабатывая иммигрантскую литературу и честные воспоминания оставшихся в России после революции скрытых противников нового режима, а их было немало, убеждаешься в том, что они не сидели сложа руки, а там, где это возможно, вставляли палки в колеса своими действиями или бездействием, пытались подорвать и скроментировать советскую власть. Вот по словам одного из участников белогвардейского подполья в СССР. Членами их организации было принято решение пойти на службу советом, но при этом служить скверно. Резолюция. То есть таких скверно служащих было много, недовольных властью. Понятно? То есть служить скверно, знаете, где-то там что-то сделать подлинное, что-то не сделать, что надо было сделать. Вы понимаете? Только вот этих скверно служащих-то вот когда объявляли вредителями, ну, это, наверное, было очевидно для кого-то, поэтому говорили те, кто видел, что они делают, смотрите, вот, донос, когда говорят, пошли, смотрите, вот, надо было сделать это, а он этого не сделал. Да я вот и не знал, да я вот и не думал. Ну, вот, иди. Вы понимаете? Вот скверно служащие. Сейчас тоже скверно служащие, наверное, вот, после этой вот революции, это 24 февраля, вот нашей сегодняшней, тоже скверно служащие, ну, ладно, будем служить. Как вы будете служить? Физиономия это все те же? Вот, видите, времена-то какие? Были тогда. 58-й статье Уголовного кодекса, в частности, предусматривалось уголовная ответственность за излишнюю болтовню, за пораженческую риторику, особенно распространённую в интеллигентской среде. Читая дневники Пришвина, я встретил там поразительную вещь, для меня поразительную, что среди интеллигенции ходили разговоры, хорошо бы, вот, немцы пришли, победили, и было бы неплохо. Только началась война. помните, республика Поволжье была, республика немцев Поволжье, столица города Энгельс. Вот, со слов Молотова, я читаю беседы с Молотовым, Феликса Чуева, Молотов говорит, мы в немецкой форме сбросили десант на эту территорию республик немцев Поволжье встречали с хлебом с солью на левый берег Волги. Ну, естественно, говорит, пришлось с ними разобраться. А на Украине, читая воспоминания Шпилера, министра вооружения, личного архитектора Гитлера, на Украине говорит, было всё замечательно, нас хорошо приняли, но вот, когда подтизане начали что-то делать, и мы стали там отстреливать изменных жителей, чтобы подтизан не подтизали, вот тогда, говорит, начались возмущения, так нас очень хорошо приняли. Он там был, в Виннице был, Днепропетровске был, я читаю его воспоминания, он честный писал, он 20 лет получил по Нюдбинскому трибуналу, кое-что осмыслил, но вот я просто рассказываю ситуацию, а 58 статья, в частности, пораженческие настроения в среде, так сказать, вот эта болтовня, шушушу, вот за шушушу тоже сажали, 10 лет, но не без права переписки, а трудовой повинности, вы поняли? Это война, вот война, на нашу, всё, это или да, или нет, или выиграл, или проиграл. А те из подсудимых, что и в самом деле не имели вины, не кривили душою, как многие оставшиеся на свободе, и не признали предъявленные им обвинения, они чистые перед народом и, главное, перед Богом, единственным, праведным судьёй наших душ заблудших. Впоследствии функцию Господа взял на себя ковадно, прорвавшийся к верховной власти в стране. Один из активных инициаторов этих самых злодеяний на Украине, в частности, Никита Хрущёв, подписывавший эти приговоры, он своего Халуя Серова назначил сам руководителем спецслужб и попросил его выдернуть все эти бумажки так, где его подпись стоит, вот под расстрельными списками, но все-то всё равно не удаётся. Нашлись, документы. А потом он вдруг стал Господом Богом, сказал, что вот вы видите, все незаконно репрессированы. Мой папа участвовал в этой кампании реабилитации. Он как выпускник военно-юридической академии, он её с отличием закончил в 55-м году, ему было поручено с другими молодыми людьми разбираться вот в этих делах. Но было указание сверху, Викторов такой, Борис был военный прокурор в то время, указание такое, не вчитываться в эти самые, в признание, не вчитываться в очные ставки, допросы, не надо ничего. Все невинно осуждённые, кроме сотрудников НКВД. это их вот другую папку. Всё, вот так реабилитация происходила, без разбора. А я разговаривал лично с бабушкой моей жены, её муж был, дед моей жены, обоснованно вполне репрессирован. Я читал сейчас материалы, мой внук всё это достал, он был секретарём о правлении Российской Федерации Совета Министра. Он честно там говорил, да, я вот давал посланнику в Германии, вот нашему, как бы, послу или представителю сведения о состоянии сельского хозяйства, сколько урожая, сколько зедна, ну, он же вот как наш вроде человек, а это, по сути-то, разгильдяйство, да, ты разболтал всё это, готовиться к войне, чтобы немцы знали, сколько у нас запасов продовольствия, сколько чего, денег, я говорит, за это не брал, не брал он за это денег, да, не брал, но выдал вот это, и вот каждый на своём месте, в этой болтовне, вот она, болтовня, что это, незаконные репрессии перед войной, вполне законные, и вот эта бабулька, вот мы с ней коньячок, плисочку немножечко выпивали, вкусно было, и она мне говорит, да, всё говорит, правильно, мы папу, вот, стали, нам говорит, вообще-то, ни во что не ставили, никакой обиды, а это наверху, это верхний слой, представляете, папа, говорит, ну, вот так, когда говорят о незаконности, предвоенное время, чтобы было, если бы война началась, и вот они бы, там, вот где-то, вот рулили, да, всё бы сдали, украина без вопросов, это была бы германская колония сразу, и сейчас колонию запада хотели превратить, а германская она пораньше стала, это я так вот к сведению из жизни, кстати, имя моего сына имеет отношение к Сталину, не сына, а внука, очень интересно, это мне бабушка-то рассказывала, она говорит, что когда у нас родилась дочка, это моя теща, мы сидели, в 26-м году, мы сидели, говорит, в компании со Сталином, и не знали, как назвать её, он говорит, назовите Атемия, они её назвали Атемия, Атемия Борисовна, потом, когда родился мой внук, он был её любимым внуком, и когда она умерла, мой сын, родив мне внука, назвал часть бабушки его Атемием, вот он, в общем, косвенно Сталин имеет отношение к имени моего внука, ну, как-то вот так, ведь очень странно, ну, ладно, это так вот, вопрос о репрессиях, законно они или незаконно, так что не гоже, господа либералы, превращать трагическую и героическую советскую эпоху в помойное время, только потому, что вы бы в ней со своими амбициями и представлениями о счастье не ужились, а большинство советских людей, искренне строящих новое общество, негоже, изображать трусами и приспособленцами. Не только среди коммунистов, но и среди просто честных, нормальных советских людей было много светлых, самоотверженных патриотов, искренне, то есть по зову души, пытавшихся создать новое общество, общество всеобщего равенства на основе подлинной человеческой справедливости. Искренне пытались это делать люди. Неизбежность, а это стало понятно уже в конце 20-го года, в большой войне против страны советов со стороны коллективного Запада требовала, помимо технической оснащенности государства и армии, глобальной идеологической подготовки народных масс, дабы не только выстоять в агрессивном окружении, но и вывести духовно обнищавших людей из глубочайшего, революционного кризиса. Заметьте, у русского народа, именно у народа, не уничтожно малого привилегированного слоя. После Октябрьской революции разом отняли чего? Бога, правда, дискредитированного священнослужителями, царя-батюшку, тоже дискредитированного его ближайшим окружением. А именно Бог и царь-батюшка были хоть и шаткой, но все же некой духовной опорой в жизни подавляющего большинства русских людей. Опорой были. То есть идеология была какая-то. Обанкротилась все, но она была. И на тот период, когда народу в России в целом надо было не только выстоять против грозного коллективного врага, но и духовно повзрослеть явился, выбранный проведением Сталин, с его чёткой, обоснованно-жёсткой время поджимало программы и действия. То есть полновластный правитель, выполнявший одновременно роль и Бога, и царя. Понятно? В одном лице. Нормально. Вот она верна. Вот он. И Бог, и царь. Отняли вот тех, вот новый. Ну, такой эпизод рассказывает, что когда Сталин разговаривал со своим сыном Шалопаем, который носил тоже фамилию Сталин, не Джугашвили, а Сталин. Кстати, он здесь вот в Казани, да, потом в ссылке-то был его сын, он здесь и умер. Пьяница была. Серьёзно. Но лётчик он был тоже неплохой. Так вот, в разговоре с сыном Сталин говорит, ты думаешь, ты Сталин? Ты думаешь, я Сталин? И показывает на патет. Вот Сталин. Икона. Сталин, миф. Вот так вот. Это сработало. Появился и бог, и царь. Правда, сегодняшним безбожникам, либералам, в силу отсутствия у них интегрального вид, нету непонятия, им подавай фантазийные альтернативы. А по-человечески Сталинскую эпоху без детализации всего нелицеприятного творившегося в то время можно оправдать неизбежностью большой войны, направленной на уничтожение нашего народа. Войны, в которой было необходимо одержать только победу. Так оно и случилось. С Божьей помощью. Одержали? Да? И чтобы не быть обвинённым в пристрастии или в пристрастном отношении к Сталину, с которым никто не снимал кармической ответственности за личные прегрешения, скажу только, что по моему разумению питать искреннюю, а тем более показную любовь к любому правителю для честного исследователя истории не позволит, но это дурно попахивает. Важны только реально имеющиеся факты и непредвзятые их рассмотрения в историческом русле, определяемом сочетанно действующими законами духовной эволюции, о которых мы говорили. И ещё, знайте и помните, что любая власть имеет демоническое происхождение, вы знаете, да, это всегда насилие, это всегда по-человечески не очень популярные меры, ибо зачастую власть оперирует грязными, как кажется, вовсе не богоугодными методами, однако дьявол – инструмент Бога. Тоже помните? Да? Нет противоречий тогда. Вы всё противоречие ищите. Ум всё ищет противоречие, их нету. В одной из приватных бесед с английским премьер-министром Уинстоном Черчиллем бывший семинарист, как его призрительно величает нынешние либералы, Иосиф Сталин произнёс фразу, поразившую англичанина. Сталин сказал, «История принадлежит Богу». Странная фраза. Фактически утверждая тем самым, что все крупномасштабные события мировой истории санкционированы божественным провидением. Что он рулит? Господь Бог. Всем. В 1959 году, выступая в английском парламенте с речью о Сталине, Черчилль, кстати, известный ненавистник Советского Союза, в частности, сказал, «Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавлял гений». Статьи и речи он писал сам. И в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался непревзойдённым среди руководителей государств всех времён и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил на Ялкинскую конференцию, все мы словно по команде встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Это Черчилль с этой сигарой, пузатой, сиборит, и вдруг встаёт, входит какой-то там замокрышка Сталин. Очень странная ситуация. Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые критические моменты, а также в минуты торжества, был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Это Черчилль о Сталине. Есть Сталин миф, причём в двух вариантов, или бог, или монстр, да? Сталин миф. Есть Сталин государственный деятель, и есть Сталин человек. Вот эти ипостаси Сталина надо различать. Ясно? Миф государственный деятель и человек. Так же как Пушкин. Есть Пушкин миф, есть Пушкин поэт и писатель, есть Пушкин человек. Совершенно разные вещи. Вот Сталин тоже представлен как миф. В основном, соответственно, либералы его монстром изображают. Миф. А Сталин монстр. В равной степени это можно отнести к Петру Первому, которого именуют, и справедливо именуют великим преобразователем России, а в великих преобразованиях Сталина предпочитают с подачи всемогущих ныне либералов стыдливо умалчивать, вынужденно вспоминая в связи с Великой Отечественной войной только город-герой Сталинград. Правда, ещё и проскальзывает. Город-герой Волгоград. Кто? Там даже такие большие плакаты. Вообще, Сталинградцы за победу. Но летом мы были, когда-то началась эта заваруха мировая. В общем, то есть, это мировой пожар раздувается на Украине-то вообще-то. То вот всё, там, Сталинградцы, мы там за победу, мы с вами. Вот пока не переименуют Волгоград в Сталинград, то мы не вернёмся всерьёз к нашей истории. Это вот какое-то сакральное, понимаете, Сталинградская битва, это коренной перелом Великой Отечественной войне. Гитлер был сломан именно на Сталинградской битве. Я сейчас читаю воспоминания Шпейера. Вот Гитлер, Шаргой Сталинградской битвы, а всё. Это стал другой Гитлер. Совершенно другой. С психологической точки же. Так что не гоже, господа, либералы предавать свою историю. Либералами, начиная с хрущёвчиков времён, был слеплен образ Сталина-монстра, который прочно укоренился в сознании людей последних поколений. Монстр – это миф. А роли Сталина, безусловно, крайне противоречивого человека, знаковой фигуры в мировой истории и в истории нашего Отечества, югославский политолог и публицист, бывший вице-президент Югославии коммунист Милован Джилас, лично встречавшийся с вождём народов и поначёло обожавший его, сказал следующее. Если мы примем точку зрения человечности и свободы, человечности и свободы, точка зрения, то история не знает деспота более жестокого и циничного, чем Сталин. Однако, если мы хотим определить, что действительно означал Сталин в истории коммунизма, то на данный момент его следует рассматривать наряду с Лениным как самую грандиозную фигуру. Он существенно не развил идеи коммунизма, но он был их поборником и добился их реализации в обществе и государстве. Он не построил идеального общества, чего-то такого рода, что даже невозможно в силу самой природы человеческого существ и человеческого общества, но он трансформировал отсталую Россию в индустриальную державу и империю, которую всё более решительно и непреклонно стремится к мировому влиянию. Если смотреть на Сталина с точки зрения успехов и политической ловкости, его едва ли произойдёт любой государственный деятель его времени. В общем, Сталин был монстром, который, придерживаясь абстрактных, абсолютных и в основе своих утопических идей, однако давайте не будем несправедливыми по отношению к Сталину монстру. Это я добавил к Сталину монстру. То, чего он хотел достичь, и даже то, что он действительно добился, не могло быть достигнуто никаким другим способом. Сила, которой вынесли его наверх и которую он вёл за собой, с их абсолютными идеалами, не могли иметь никакого другого лидера, кроме него, с учётом уровня российских и мировых отношений, так как нельзя было действовать и другими методами. Это Джиллос сказал. Оставим сказанное Джиллосом без комментариев, добавим только, что Сталин, как инструмент проведения, как своеобразный гений власти, свою главную задачу, равно как Ленин, выполнил. Он сохранил отечественное духовное поле и нашу прогрессивную психогенетику, оградила его от пагубного буржуазного разложения, неминуемого в условиях варварского насаждения капитализма, а возможной колонизации страны с её бесправным, малограмотным, преимущественно сельским населением. Именно в советский период для всего народа впервые открылись широчайшие возможности получить разностороннее образование и приобщиться к высокой культуре. Отечественный историк духовной культуры Зеличенко задаётся вопросами, можно ли было обойтись без красного террора, или это привело бы к поражению в гражданской войне, была ли альтернатива коллективизации, кроме экономического коллапса и гибели системы, чем была чревата свобода десятков миллионов идеологических противников режима, пусть и пассивных, и можно ли было её допустить. Альтернативой каждому из шагов Сталина было политическое самоубийство системы. К слову, то самое самоубийство, это Зеличенко, я цитирую, каким стала Горбачёвская перестройка. Вот если бы Сталин сделал всё тогда по Горбачёву, ну, вот вам результат. А? Где была бы страна? Сразу колония Запада. Ну, Горбачёв просто делал её колонию. Ну, началось с этого. Помните, Ельцин звонил по телефону первому кому не не сезония Горбачёва. Боже, он позвонил, сказал, всё, Советский Союз развален. Так, надвое. Вот помните, нам показывали это по телевизору. Как все возрадовались. Боже, ура! Всё развалилось, как хорошо. Это было начало погружения в шмотр. Сейчас мы на дне. смуты оказались. Вдруг. Зато у всех автомобили, зато у всех всё-всё-всё-всё, вот, а вот, ну, а чего-то лишились. Всерьёз. и господь будет, всё сначала. Ну, ладно. Так что, Зеличенко, правильно, проинтуичил. Если бы не сделал, Сталин, вот, по тем пунктам, которые он перечислил, так, как он сделал, то, вот, вам, Горбачёвская перестройка. Она бы наступила когда-то, в 20-х годах, в начале 30-х. Всё, конец. Где была в России? Так что, Господь не допустил. Всё сделал, как полагается. Пошагово. В своих воспоминаниях о встрече со Сталином и сугубо откровенном разговоре с ним советский государственный и партийный деятель Арсана Михайловна Калантай во время войны она была послом в Швецию. В Швеции. Приводят слова Сталина. Цитирую. «Многие дела нашей партии будут извращены и оплёваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой предаток. И моё имя тоже будет оболганно, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний и всё же, как бы не развивались события, но пройдёт время и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут им должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом. Ну, дай Бог, чтобы это исполнилось хоть на какое-то время, наверное. Да? и она же колонтай о воле Сталина. Что-то в нём магическое. Это сила великих натур. В нём сильно то излучение воли, которое подчиняет человека. Попадёшь в орбиту излучения, уже нет сопротивления, своя воля растворяется. Ленин, например, этим свойством не обладал. Он подчинял себя людей силой логики, превосходством своего интеллекта. В присутствии Ленина человек оставался самим собой и с ним можно было спорить, доказывать. Но спорить, доказывать, но Ленин всё оно по-своему поступал, как ему озарение свыше говорило. Обычно он побеждал в споре и этим обезоруживал. Со Сталином сдаёшься сразу, ещё до спора. В этом его сила. Его воля такова, что её надо принять или отойти от него совсем. Президент Франции Шаль Деголь о личности Сталина. Сталин имел колоссальный авторитет и не только в России. Он умел приручать своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А победа у него больше, чем поражение. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но Сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено. Ну, как в воду глядел французский президент. А Сталин не уйдёт в прошлое, он растворится в будущем. Это слова Деголя. Данные социологических опросов последнего десятилетия свидетельствуют о стремительном росте популярности Сталина как выдающегося государственного деятеля. Потому что реинкарнируется души тех людей, кто жил в советское время, кто участвовал в войне, кто строил социализм. Идёт реинкарнация душ. Понятно или нет? Так же, как на Западе реинкарнируются наши нацисты, реваншисты. Вот такое время сейчас. Мы попозже об этом поговорим о Западе. Но сейчас идёт реинкарнация душ тех, кто был при социализме, у кого заложено в психогенетике вот то самое прошлое. Поэтому Сталин обретает популярность. Не потому, что мы видим, что страну разворовывают или ещё что-то. Это где-то глубинное внутреннее. Это не от внешнего мира идёт, вы понимаете, да? Это чисто глубинная вещь. Так вот, данные социологических опросов последнего десятилетия свидетельствуют о стремительном росте популярности Сталина как выдающегося государственного деятеля. Об одном крупнейшем опросом скандале в рамках конкурса «Имя России 2008» пишут в своей статье «Образ Сталина в российском обществе Багдасарян». Цитирую. «Конкурс проводился по аналогу с организованным BBC проектом «100 величайших британцев». Большинстве стран, где такого рода аналоговые телевизионные проекты были организованы, побеждали фигуры, считавшиеся выражением национального имперского духа. В России в соответствии с этой тенденцией уверенно побеждал Сталин. Началась системная подтасовка результатов голосования. Ну, разумеется, испуганные либералы постарались. Сталин победил, но победить ему не дали. Именем России был назван Александр Невский. вы как-то вот, ну, ну, Дмитрий Донской, да, а то там десяток немцев в латах утонули на Черском озере, и вот он победитель всего и вся, оказывается, имя России. Вот величайшие деятели. Ладно. Александр Невский. Власть активно раскручивала тогда образ Столыпина. Вот царский премьер-министр был поставлен на второе место. Сталина поставили на третье призовое. Представляете, вот так все поддосовывалось. Социологический опрос, да, ну, и все, вы поняли. Столыпина вот как бы на первые неудорост подтолкнуть, а то какие-то были бы там неурядицы, пусть будет нейтральная фигура. Александр Невский, ну, еще у кого-нибудь там могли. Это смешно. Вы бы додумались Александр Невского поставить на первое место. Вот так бы вот, голову поломав. Вот. И как бы ни старались, злобные и трусливые либералы вымарать имя Сталина из отечественной истории, им это не удастся. за невиданно за невиданно короткий срок своими деяниями, в кавычках, своими деяниями, Сталин кардинально реформировал страну и подготовил ее к неизбежной войне с европейским фашизмом. и наш народ под его руководством одержал триумфальную победу. За 10 лет до начала Великой Отечественной войны, в феврале 1931 года, на одном из совещаний, Сталин сказал, мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы сделаем это, либо нас совнут. Сделали и не смяли. Представляете, он видел это отставание. За 10 лет потом, слезами, кровью, да, понятно, но он это сделал, подготовил к войне с фашизмом страной. И победили мы в ней. Эвы, Александр Дневский, осудить о преступности деяния Сталина, деяния как инструмента проведения, не нам. Если цель по человеческим меркам не всегда оправдывает средства, то соразмерно так называемым перегимом, если они носили сугубо субъективный характер, то есть недозвольное проведением, следует личное кармическое ответственность правитель. Это не наше дело. Что там в преисподней там со Сталином или где-то там на небесах будут делать. Не нам это решать. А что касается государственного и политического устройства страны, то устойчивость возникшего нового общества могла обеспечить только одна власть и только однопарки большевистской демократической словоблудии не предполагалось. война на носу. Понятно? Полемика, все правые и левые уклоны в партии были ликвидированы к 35-му году. Всё. Словоблудие это конец. Утонули проиграли. На первый взгляд кажется, что экономический и культурный подъем нации был достигнут в ущерб духовной составляющей, но только на первый взгляд. Духовная составляющая не только не утратилась, а невольно пробудилась в спящем сознании большинства советских людей в период построения социалистического общества, где все граждане имели гарантированную государством надежную социальную защиту, равные для всех возможности получить образование и работу. И чтобы там не говорили досужие политические мудрецы, российская история этого периода состоялась в единственно возможном варианте, которому не было альтернативы. Так распорядилась проведение. Так что, думаю, вопрос о случайности советского периода в нашей истории у вас больше не возникнет. То есть, это вы не на либеральной позиции, что вот так случилось, ну вот беда такая случилась, ну вот, знаете, вот беда случилась по воле проведения. Российский политолог Сергей Георгиевич Карамурза справедливо отмечает, что почвенный большевизм был ересью православия, им двигала именно, пусть слепая, но православная любовь к ближнему, но избыточная, страстная, и так большевики не разрушили, а даже укрепили главную основу религию – самуспособность отухотворять мир священным смыслом. Потому они и увлекли народ, и даже индустриализация была в России типичным религиозным подвижничеством вроде немыслимого по страсти творчества строительства соборов в средневековой Европе. Великий советский писатель XX столетия Андлей Платонов нерв отечественной истории советского периода в своих записных книжках в начале 30-х годов сделал следующую запись. Прелестные молодые лица большевиков вы еще не победите, победят ваши младенцы, революция раскатится дальше вас, привет верующим и умирающим в перенапряжении. И он же фактически о воле проведения. Нет выхода даже в мыслях, гипотезах, фантазии. После хорошего рассмотрения обязательно всюду оказывается Господь. Что бы ни было, даже выдумать что-нибудь нарочно противоположное Господу не удается. Мы мы весь мир попадали, да, мы действительно, мы и весь мир попали в страшную ловушку, в мертвый тупик. Вероятно, это в истории уже бывало не раз. и вот выход из тупика. Вот то, что свершилось в России в тот момент. И дальше он же Платонов. Социализм можно трактовать как трагедию напряженной души, преодолевающей собственную убогость, чтобы самое далекое будущее было застраховано от катастрофы. И он же Платонов устами одного из героев пьесы «Ноев ковчег». Русский человек говорит, тело у него большевистское, а дух то у него божий. Это один из героев пьесы «Ноев ковчег». Платонова есть много пьес интересных, блестящие пьесы, дураки на периферии, с таким юмором. Но пьесы естественно никто нигде никогда не ставил и ставить не будет. Но это Платонов, его вообще поставить невозможно. Для этого надо прежде всего быть не либералом, а кто не либерала допустит что-то ставит сейчас. Вот как-то один мой хороший знакомый побывал на спектакле в театре Вептюка. знаешь, что это вся эта мерзость там. И там со сцены герой. Это недавно была война, еще не началась вот это последнее. И там со сцены герой заявляет в зал. пролетая гениталии всех стран соединяйтесь. Давай. Ясно? То есть где это вот как это можно конечно если так прихватит скажешь да это он сам вот там симпровизировал но если ты такое дерьмо для импровизации сюда ставишь то ты такой же сам дерьмо понятно наверное я не не осуждаю я просто говорю факты которые показывают то что сегодня творится в так называемом театральном мире какой-то спектакль новой во Мхате Горького там это вот девушка престарелая как ее ну уже не знаете художественного руководителя она жива еще ну и как Доронина да там спектакль поставили женщина Есенина я представляю что будет в этом спектакле причем тут Есенина причем тут какие-то женщины женщины Есенина были у Есенина зачем вы это будете показывать надуманную грязь и дрянь зачем но привлекает воду Есенин вот как русское что-то но вы что-то такое пошлятина впаяете да что и от Есенина затошнит а вы гениталии все стран соединяясь пообедайте и соединяться не будем в Субтитры сделал DimaTorzok